Данное интервью сделано в рамках исследования случаев контактов человека с внеземным разумом. При этом всю ответственность за ложное информирование несет на себе интервьюируемый. Авторы данного видео могут не разделять точку зрения участника интервью. Когда мы простроим и выстроим полностью наше позитивное отношение к ним, вот с помощью таких астральных путешествий, вот с помощью, допустим, каких-то других фактов, которые даже будут публиковаться в средствах массовой информации. То есть уже признали, что да, есть НЛО, следовательно, инопланетяне существуют. Теперь начинается следующий этап, этап именно нашего узнавания этих самых инопланетян. И вот в процессе узнавания мы, земляне, начнем понимать, что они же хотят нам добра, они же несут нам свет. Это будет ясно, это будет совершенно ясно. Даже вы уже видите, что контактеров много активизировалось в последнее время. Не то, что я там такая, знаете, я это капля в море. Таких, как я, очень много в последнее время активизировалось, понимаете. Вот всю жизнь это было у меня, с детства оно было, потом было поставлено на паузу. Сейчас оно активизировалось. Почему? Потому что я так предполагаю, что это начала действовать вот эта программа, понимаете. Программа. Сначала признают, да, есть инопланетяне, теперь начинается именно преподнесение материала о них. А как преподнести? Самим же показаться вот так вот, пока еще рано в эфире, да, вот так вот по программе время показаться, да, в рамках программы время, это еще абсурд. А этому это нужно делать все очень грамотно и осторожно. Грамотно, осторожно с психологической точки зрения, с точки зрения энергетики. Вот это главный ключевой момент, энергетически правильно выверить вот это все. Потому что люди разные. Уровень и твердость психики у каждого разная. Кто посмелее, кто потрусоватее, понимаешь, понимаете, кто готов уже, тут тоже степень готовности даже, это даже вот ключевой момент, степень готовности к тому, чтобы как-то даже начать общаться, слушать про них, понимаете. Поэтому вот они начинают это делать разными удобными способами, через контактеров. Контактеры тоже разные бывают. Каждый контактер это по-своему преподносит. Контактеры есть ученые, контактеры есть художники, писатели, поэты. К светлому или к темному приведет? Я вот здесь отвечу совершенно четко. К темному это не приведет, потому что уже темнее, чем сейчас, уже некуда. Потому что куда еще темнее, как говорится. Уже все, что было самого темного, мы уже все вот это вот, вот мы уже в этом и находились до сих пор, вот эти последние годы. Это просто уже даже идет, вот мне как-то так сказали, что это, да, это просветительская программа для нас же сами, для нашего благо. Это даже все еще несет какой-то оттенок реабилитационного характера. Вот. И я даже по энергиям вижу, вижу, по энергиям чувствую, что это светлое. Это только плюс. Вот я могу, лично я, если спрашивать мое мнение, я лично это вижу, как именно действительно, как начало плюсовой эры, начало нового уровня для нашей планеты. Для меня это совершенно точно. Но еще, знаете, как вот тоже, есть такие понятия, что кто чем внутри наполнен, тот туда и выходит, тот то и видит, тот то и принимает. Понимаете? Поэтому опять же возвращаемся к тому вопросу, что у них намерение, и как бы намерение, самые такие вот благие намерения, что очистить нас, повысить духовно, хотя бы до лимитного уровня. У меня вообще так тоже, я раньше это все хаотично воспринимала, сейчас уже шок немножко проходит, и у меня немножко уже начинают подвергаться классификации вот эти путешествия. И теперь я уже немножко очухавшись от всего этого, от новизны всего этого, создала для себя кое-какую, такую еще, знаете, как бы, ну, какие-то наметки, классификации этих путешествий. Они у меня как бы идут несколькими, несколькими, ну, как бы, в нескольких ракурсах, что ли. Есть у меня путешествия, которые не распространяются в космическое пространство, а уходят в прошлые планеты Земля. То есть у меня было много астральных путешествий, которые возвращали нас именно вместо момент развития событий, которые имели место быть у нас на планете Земля в нашей истории. Например, недавно меня повели в астральное путешествие, мы полетели в астральное путешествие именно в мастерскую Леонардо да Винчи. И я там увидела, какой был человек Леонардо да Винчи, какой на самом деле, какой характер у него был интересный, такой он, вот, как он рисовал свои картины. Он одновременно мог рисовать и картины, вот его клиент встал, он там сидел в кресле, он рисует его картины. Сеанс закончился, клиент встал, ушел. Он переместился в этой же мастерской, рядом стоит стол, а на столе у него такой разложен большой лист бумаги, и там он рисует, намечает вот эти, я сначала смотрела, когда вот из-за его спины, такой большой чертеж круглой формы, круг такой. И там все испещрено какими-то углами, перечеркнуто такими, как по линейке, знаете, вычеркано все вот так. И каждый угол, градусы обозначены, градусы, а рядом лежит тетрадка у него. И он там столбиком делает какие-то вычисления. А я еще думаю, боже, сколько вычислений, это же жалко, чтобы калькулятора не было в те времена. Это он бы быстрее бы справился. А он все вручную вычисляет, вычисляет, и туда вписывает, вписывает. Потом смотрю, какая-то цветовая гамма у него там вот рядом находится, что-то он по цветам. И тут до меня дошло, что это он делает, мне показывают, что это вот эти мозаики, помните, которые он выстраивал там в этих соборах? Он делал мозаики красивые, вот эти вот там, где были сюжеты библейские, или даже узорочие такое вот он делал. И я когда это увидела на бумаге, я сначала не сразу поняла. Оказывается, он под углами все через математику делал. Оказывается, вот эти мозаики, это все через формулы расчета пропускаются изначально. А я почему-то, когда еще раньше, много лет назад, видела, да, фреска Леонадо да Винчи. Ну да, красиво. А сейчас я поняла, что это же нужно все через математику прогонять. И вообще вот там в мастерской я увидела, у него очень сильный синтез науки, точной науки, математики, геометрии, тригонометрии и вот именно живописного искусства. Это так интересно. Я вот, будучи не побывав в этом путешествии, я бы не поняла до конца суть его творчества. У меня еще вот в качестве исторических путешествий, у меня тоже было путешествие одно, называется Москва Белокаменная. То есть меня занесло в Москву еще во времен Ивана Грозного. И там вот женщина, молодая женщина, она идет по улицам Москвы, и старой вот той вот Белокаменной Москвы и прямо видит вот эти вот все, вот это быт, быт времени, быт Москвы того времени. Вот эти лавки, скобяная лавка, иконная лавка, там галантерейная лавка. Там, допустим, даже она зашла в эту лавку и начинает выбирать себе ткани на юбку. И вот она щупает эти ткани, а они такие натуральные, прям на ощупь, знаете, как не наша вот эти китайская синтетика, а прям чувствуется. Потом она начала пуговички перебирать, а пуговички все сделаны вручную. Вот они все вручную сделаны. Там и ниточки лежали на полочках. Еще вообще так эти лавки выглядят, конечно, не как наши сейчас современные. Там все было намного проще, но как-то камерная, уютная такая обстановка. Она опять вышла на улицу, опять идет. Там стрельцы проходят с троем. Вот так вот. И как интересно у них вот эти алебарды, вот эти, которые они на плече несут. Я прямо видела, как вот эта алебарда, вот этот краешек вот ее, как он там заточен прямо, знаете, оно прямо видно, что это кузнец точил. Прям вот так вот. Это все вручную, не так, как мы сейчас потеряли вот это ощущение ручной работы. А там, когда я окунулась в это путешествие астральное, там прямо четко видно, что все у них сделано вручную. И это вот именно придает какой-то колорит настоящий жизни, вкус жизни. Вот это вот один вид путешествий в прошлое планеты Земля. Другой вид путешествий по классификатору. Например, мне показали ряд моих прошлых воплощений. Благодаря этим астральным путешествиям я себя узнала лучше. Не только с хорошей стороны, но и с плохой стороны. Мне показали, как плюсовые мои воплощения. Ну, опять же, слово плюсовое, минусовое воплощение, это еще как бы бабка на двое сказала, потому что все есть опыт. Но основная доминанта, индекс выхода из воплощения, допустим, плюс, минус. Ну, вот я говорю, показали как плюсовые воплощения, так и минусовые. Да. И я себя лучше узнала из них. Я, знаете, как говорится, лучше узнать до конца. Пойти до конца. Это тоже смелость надо иметь. Потому что, когда мне показывали мое вот это вот воплощение, где я совершила плохие поступки, я даже в этом астральном путешествии боялась узнать, вот как оно продвигалось, это астральное путешествие, у меня был сдерживающий фактор страха. Я боялась как бы узнать сама себя до конца. До самого конца, понимаете, на что способен мой дух. И когда я узнала до конца, что я способна не только быть светлой в других воплощениях, на других планетах, что там я дарила разумное, доброе, вечное всем, но мне показали и обратную сторону медали. И трусость такая у меня обнаружилась, что я боялась узнать это до конца. Но, значит, в этом астральном путешествии чётко, прагматично довели до конца. И я увидела саму себя и в неприглядном свете. Это, конечно, опыт был ошарашивающий. И сейчас уже, будучи, находясь как бы вот уже после этого астрального путешествия, я уже на себя тоже по-другому посмотрела, что я и такая. Я думаю, что, опять же, возвращаясь частично к вашему вышеозвученному вопросу, чем полезны эти путешествия? Опять же, что помогут человеку узнать самого себя до самого конца. Какой бы этот конец ни был, пускай он будет страшный, тёмный, неприглядный, но ты должен себя узнать. Для чего? Для того, чтобы понять, сколько работы по улучшению тебе предстоит ещё впереди. Понимаете? Потому что, как правило, здесь мы находимся в глубоком заблуждении. Мы почему-то сидим спокойно и думаем, что у нас всё нормалёк, у нас всё нормально. А тебе показывают, что ты был убийцей, например. Тебе показывают, что ты где-то когда-то что-то сделал. Допустим, что-то сделал, что повлекло за собой что-то такое. Там люди где-то погибли из-за тебя, например. Но это я уже патовые ситуации беру. Понимаете? И ты в этот момент задумываешься, что не такой же у меня и нормалёк. Понимаете? То есть это отрезвляет. Вот такой вот по классификатору, вот такой вот цикл путешествий астральных. То есть называется «Узнай сам себя и будь смелее». Вот так можно назвать этот цикл астральных путешествий. Потом есть ещё астральные путешествия. Я не знаю, почему меня подключают к ним. Это тоже для меня загадка. Но сейчас я чуть-чуть попозже скажу. У меня есть догадки по этому поводу. Астральные путешествия такие, где меня приводят на заводы какие-то, на фабрики. Где, например, какой-то основной момент этих путешествий – это техническая инженерная сторона вопроса. У меня вот недавно было путешествие на планету, где мне показали, как делают вентиляционные трубы, водопроводные вентиляционные трубы под заказ. Это, короче, получается, базы по всей Вселенной, на разных планетах делают базы. И вот для каждой базы делают индивидуальные системы вентиляции согласно ландшафту этой планеты. То есть, допустим, где какой ландшафт, так вот они вымеряют всё это, и так вот это всё инженерно фиксируют и заказывают эти трубы. И я вот по этим цехам меня вводят. Значит, вот я… Ага, вот они, интересно, там, знаете, такие, как наверху, такие, как абажуры, и они, энергетические лучи такие, они буквально по конвейеру как печатают, как на принтере эти трубы. Сначала они заметны, сначала какие-то кольца идут, потом идут наращивания по мере того, из одного цеха в другой проходят эти трубы, таким, как конвейером. И начинается процесс наращивания между кольцами, потом вот эти всякие загогулинки, какие-то повороты под углом, таким-то, это всё, я же говорю, согласно ландшафту. На выходе мы получаем вот такой, как бы, трубный комплекс, который нужно просто, вот просто уже транспортировать на планету заказчик. Теперь вопрос. Где я и где трубы? Понимаете? Вот вопрос. Или вот у меня ещё были много таких путешествий, где, допустим, я видела, как конструируют звездолёты, биозвездолёты, как выращивают биозвездолёты, технологии. Вот вопрос. Где я и где, значит, конструкция звездолётов? Сначала этот вопрос у меня долго оставался без ответа. По каместь в моём чате один мужчина, он инженер, специалист, говорит мне. А вы не могли бы сделать вот в ваших астральных путешествиях, вот полететь я вам скажу куда и узнать, что? Мне нужно, чтобы вы узнали точно, последовательно процесс изготовления планетарных двигателей. И тут, значит, до меня дошло. Почему меня туда на эти планеты посылают? Да потому что я к этому всему процессу никакого отношения не имею. Можно сказать, блондинку повезли на экскурсию. Понимаете, одно дело, когда я хожу по цехам и вижу, как эти трубы конструируют, и вот эту вот загогулинку через вот какую-то втуколку, да. И вот это вот я всё рассказываю. Я рассказываю это своими словами. Я рассказываю это на уровне блондинки, можно сказать. Но основная цель этого путешествия просто как бы экскурсионно-познавательный характер для того, чтобы мы, земляне, как-то приблизительно поняли, что это высокоразвитые цивилизации, что у них технологии, что это очень интересно. А я думаю, что может быть по всей степени, может быть, как-то заинтересовать. Вот основная цель – заинтересовать. Но вот этого человека, который инженер, я так поняла, что его точно туда не возьмут в астральное путешествие. Точно не возьмут, бедненький, хотя бы я очень хотела, потому что он очень искренний человек. Он хочет сделать, как он написал, говорит, я хочу сделать во благо двигатели такие сконструировать, чтобы, допустим, умощнить наши самолёты, чтобы, допустим, как-то, чтобы это было на благо нашего прогресса. Но вы же понимаете, на нашем уровне сейчас во благо – это ещё вопрос спорный. Потому что, может быть, да, этот инженер, который является моим подписчиком, он хороший человек на самом деле, и он будет это делать из благих намерений. Но вы же понимаете, что у нас есть всё вышестоящее, и всё это пока неоднозначно. Поэтому вопрос такой – рассказывать, начинать землянам надо? Надо в рамках программы просвещения. Рассказывать надо. А как так рассказать, заинтересовать, чтобы и заинтересовать, и чтобы как бы не углубляться в эти подробности технические? Ответ простой. Взять обыкновенного контактёра-блондинку и свозить на эту планету. Она расскажет это всё со своим эмоциональным настроем, да, со своей энергетической структурой, со своей колокольней энергетической, согласно своему словарному запасу. Вот. И вот, как говорится, заинтересовать – заинтересовали, но какой-то такой углублённой информации не получили. Вот пока как-то так. Это всё очень дипломатично, понимаете? Поэтому я понимаю, что я теперь уже не сопротивляюсь. Теперь, как говорится, спасибо. Куда везёте за всё? Спасибо. Трубы так трубы. Да. Звездолёты так звездолёты. Спасибо на всё. Моя главная цель – всё это передать и заинтересовать. Заинтересовать, рассказав это, в свойственной мне манере. Вот как-то так. Понимаете, когда цивилизация по-настоящему действительно, каких очень много в пространстве Вселенной существует, цивилизация по-настоящему духовно развита, то у них уже как будто априори в настройках, как говорится, в заводских настройках уже есть желание быть не только самим вот такими светлыми, чистыми, добрыми и совершенствоваться до конца, да, прямо до потока божественной благодати. Но и они озабочены, на самом деле искренне озабочены тем, чтобы и окружающие их цивилизации тоже пошли по их пути. Понимаете, это настолько чувство искреннее и неприкрытое, здесь даже какие-то финансовые вопросы не стоят у них. Это даже не принимается в расчёт. То есть это искреннее желание вовлечь вот в этот процесс осветления не только самих себя, но и своих братьев меньших, как говорится. Ну это во-первых. Во-вторых, это же вот как бы известно, что вот эти проекты существуют, проекты космического масштаба на уровне Солнечной системы, на уровне вообще галактик. Кураторские цивилизации, они именно и преследуют вот эту цель своих подопечных вывести на светлое пространство. Они не вмешиваются пока. Они сейчас лишь только в нас культивируют желание выйти им навстречу. Посмотрите, если бы это было действительно насаждалось, тогда это сразу было бы, как это выглядело, насаждение, да, как бы это выглядело. Это сразу массовый физический контакт. То есть наше небо бы сейчас заполонили звездолёты. Вот. Они бы, да, высадились бы с благими намерениями, вот, и начали бы здесь во благо нам здесь насаждать свои действительно добропорядочные, ну, как бы свое мироустройство, свое миропонимание, да. Они бы убрали неугодные правительства, они бы, допустим, подобрали бы по энергетике, просканировали более подходящих людей. Окей, вот. Всё бы это было сделано, но вот это было бы действительно насаждение, да, это было бы навязывание. А сейчас мы наблюдаем, каким образом это происходит. Сейчас нам не навязывают, сейчас это происходит на добровольной основе. То есть, смотрите, вот, допустим, выбирают контактёров. Я, в свою очередь, согласилась на это контактёрство. Я открыла маленький свой каналчик, да, какой-то маленький каналчик. Я на этом каналчике рассказываю об этих путешествиях. Кому интересно, тот нажимает на кнопочку «подписаться» и слушает активно это всё, понимаете. Слушает, делает для себя выводы, внутренне меняется. То есть это, а если человек, допустим, ему не понравилось то, что я говорю, это его право. Он нажимает на кнопочку «отписаться», всё, на этом наши отношения заканчиваются, понимаете. Вот это и есть вот их гуманный принцип, то есть принцип добровольной заинтересованности, которая потом впоследствии вот эта добровольная заинтересованность по мере приобретения какого-то объёма этой информации приобретает уже статус не заинтересованности, а решимости стать лучше, стать чище, стать сильнее. Собственно, это и является пунктами их программы, понимаете. Потом люди уже, которые, они начнут объединяться в какие-то, уже сейчас даже объединяются в какие-то коллективы. Например, вот видите, у каждого почти вот такие вот есть продвинутые контактёры сейчас в этом поле деятельности, у которых уже большая аудитория. У меня было, значит, какое-то количество астральных путешествий, действительно, не покидая планету Земля, это я перемещалась в астральные путешествия по ту сторону, в мир духов планеты Земля. Вот эта цивилизация у нас существует, мир духов, это тоже плазмоидная цивилизация, и она гораздо больше и гораздо по пространству это шире и объёмнее, и задачи там гораздо более глобальные, и динамика развития цивилизации более как бы продуктивная. В общем, там движуха идёт намного продуктивнее и намного перспективнее, чем у нас здесь. Мы, можно сказать, здесь находимся в режиме оффлайн, в таком, знаете, в режиме, как в инсайдерском, таком, знаете, вот, ну, можно даже сказать, что мы здесь практически на статичном уровне находимся, а ещё и как-то вот не наблюдается у нас никакого движения вперёд. Не то, что никакого, может, и есть слабенькое какое-то движение, в общем, как-то вяленько всё у нас это. А действительно, у меня есть ряд путешествий в мир духов, планеты Земля. Вот там всё как-то, во-первых, там всё интереснее, там другое мировосприятие. Оказывается, эти вещи обыкновенные, которые мы смотрим, они, вернее, вот наши, как бы, соседи, да, говорится, как соседи по пространству, и мы, мы находимся на одной планете, мы живём на одной планете, но взгляд совершенно разный. Вы знаете себе, вот, когда мы смотрим на наш пейзаж отсюда, с этой реальности, это один пейзаж. Если тут же, вот, я вижу перед собой, допустим, один и тот же пейзаж, я смотрю на него с этой реальности, это один пейзаж. Когда перемещаешься через межу, вот эту, переходишь через это пространство, через межу, смотришь на этот же пейзаж, он совершенно другой. Там краски ярче, птицы поют громче, заливистее, там цвет, зелёный цвет листьев намного сочнее, и там всё идёт через энергетику. Вот, допустим, взять тот же цветок, если посмотреть, цветок здесь у нас, ну да, цветок, ну красивый, ну пахнет, ну цвет красивый, да, и да, и всё. А когда ты смотришь из того пространства на этот же цветок, оказывается, он не просто красивый, он пахнет ещё приятнее, цвета ещё ярче. И плюс ещё самое главное, что отличает тот мир от нашего, это видимость и полное ощущение энергетики всего. Даже взять этот цветок, оказывается, он может, его можно видеть как с точки зрения энергопредмета. То есть ты этот цветок как будто бы уже видишь другими глазами, он с тобой начинает как будто разговаривать. Ты его как будто бы, получается, что ты его считываешь как будто бы. Я уже не говорю, это просто цветок. Если говорить про птиц, про белочек, про животных любых, я вот просто у меня был такой опыт, я просто видела пробегающую белку, она по веточкам вот так прыгала. Так пока я вот её увидела в этом пространстве, в том плазмоидном, я увидела, что эта белочка какая, что она ещё молоденькая, что она подросточек, что она бегает, она голодная, она хочет найти какую-то шишечку. И у неё в голове она просто чётко понимает, что шишечка, и как вот оттуда выкарабкать вот эту вот орешек. Потом она думает, ага, орешки нужно ещё маме с папой отнести, и нужно это быстрее. Потом она, пока я спрыгала по веткам, она замечает всё кругом, она замечает, что вчера, допустим, вот здесь, допустим, плоды были не такие спелые вчера, как сегодня, например. Она, когда белка прыгает, она всё замечает, что по сравнению с тем, что было вчера и сегодня. То есть я, будучи вот в этом измерении, я прямо всё считываю и мысли животных, людей, их энергии, их намерения, и даже вот эта вся сочность восприятия, она очень разнится. Здесь как будто всё блёкло, понимаете? Всё блёклое такое. Оно молчит. Вот, вот посмотрите, самое, вот хорошее мне подсказали слово сейчас. Здесь у нас всё молчит. Оно как будто плоское. А там всё говорит, даже не просто говорит, оно поёт, играет, оно всё слышно по-другому. Там даже снежинка, вот у меня был такой момент, что я видела просто, как падает снег. А снежинки падают там не просто, как у нас, молчаливо, а они там падают с мелодией. Там мелодия падающих снежинок, она такая нежная, красивая и очень похожа на эти узоры. Мелодия, там даже вот как-то мне показали, что даже непонятно даже, как получается, то ли в этой снежинке, в этом узоре мелодия, то ли из этого узора переходит. То есть там всё вот так переплетено, понимаете? Узор снежинки и мелодия. Это во всём прослеживается так. А здесь оно молчит. Единственное, что вот люди творческие, например, или люди, которые не убиты материализмом, они имеют возможность любоваться, допустим, на замёрзших стёклах, на наших вот этим узором морозным. Многочисленные вопросы задают, как попасть в астрал. Вот то же самое, вот как и вы задавали. Это же, да, послушать можно мои астральные путешествия. Они есть, все выложены. Но опять же, это всё индивидуально. Есть интересные путешествия. Но опять же, судя по отзывам, это всё нужно делать, как бы, понимаете, не все подготовлены к этому, не все ещё относятся к этому как осознанно, что ли. И вот спрашивают, как попасть в астрал. Как попасть в астрал. Ну, я говорю, что, по моему мнению, самое главное – это желание туда попасть. Это первое. Второе – это, ну вот, стараться, стараться приближаться вот к какому-то эталонному своему состоянию, что ли. Постараться, постараться всё, что вы замечаете в себе плохое, постараться нейтрализовать. Но это очень долгий процесс. Вот я тоже самую. У меня очень много ещё долгого впереди. Большая работа по самоочищению. Это очень большая работа. Это, как говорится, работа длиною в жизнь. Но, во всяком случае, надо начинать стараться. И такой вот ещё рекомендация такая, что постараться достичь внутреннего покоя. Вот внутренний покой – это как будто основная площадка, с которой можно стартануть в астрал. У меня было одно астральное путешествие на одну планету. Там эта планета, значит, они, получается, что это планета-архив. Планета-архив, которые хранятся, ну, там, по классификации, материалы, исторические файлы. В общем, это всё как бы такое надёжное хранилище, инфобаза такая. И представители этой планеты говорят, что любой, любой землянин, допустим, там, представитель другой цивилизации, любой, все пользуются этой инфобазой. А я говорю, а земляне приходили пользоваться? Он говорит, что приходили, но очень редко, буквально в несколько случаях было. И когда он назвал мне землян, которые приходили и брали материалы из этой инфобазы файлами, которыми мы пользовались, я поняла, я поняла, что это наши вот эти люди, которые не от мира сего. Это Джордано Бруно, один из них был. Тот же Леонардо да Винчи. И ещё назвали мне, ну, там они как бы количество так назвали, но вот среди них вот был это. И ещё наш Академик Королёв, почему-то назвали его. Ну, и сказали, что, конечно, ну, там всё это же не так, прям полностью детально мне всё это рассказали, конкретно пароли и явки не назвали. Но мысль такая, что я говорю, хорошо, а вот вы говорите, что каждый может воспользоваться, но воспользовались лишь только вот как бы единицы землян. Я говорю, что нам мешает? Допустим, я хочу, например, прилететь к вам, и мне нужны, например, файлы, информационные файлы по моим интересам. Я прям так и сказала там, потому что вот, ну, если хотите, просто мне очень нравится вышивать крестиком. И я вот люблю вот это делать, мне интересна история развития, как вот, допустим, какие-то схемы, вот как-то, это же всё, это же многомиллионный опыт, тем более интересно узнать вышивку крестиков не только на нашей планете, а ещё на других планетах, потому что это однозначно есть. Я уже даже летала, мне показывали, вышивают крестиком и там тоже. Вот, поэтому я думаю, спрашиваю его конкретно про себя. Я спрашиваю, а вот я хочу, допустим, взять файлы про вышивку. Я могу это сделать? Они отвечают, что это может вообще любой, каждый может прилететь и взять файлы на любую тематику. Но здесь нужно быть в определённом состоянии. В каком определённом состоянии? Говорит, ваша энергоструктура должна быть, именно коридоры, вот эти информационные коридоры должны быть прочищены. Что означает прочищены? Они говорят, что мы просматриваем практически на предмет, вот так вот, землян, в основном 90% из 100 захламления, то есть какое-то информационное, эмоциональное, энергетическое захламление. То есть вот это вот пресловутые мои мысли, мои скакуны. Мы берём информацию со всего кругом, везде интернет кругом, вот эти вот всё, что мы видим, мы берём информацию, мы не умеем её перерабатывать таким образом, чтобы, допустим, к концу дня, перед тем, как ты засыпаешь, чтобы сделать сброс балласта вот этого. Только оставить при себе информацию, которая тебе действительно по-настоящему нужна, которая тебе действительно полезна. Остальное нажать кнопку «Сброс». Или как вот у нас в компьютере есть такая вот корзина нарисована, да, и очистить корзину. Вот он мне так и показывает. Говорит, вы не умеете очищать свою… И вот такое вот захламление, когда показали мне мою степень захламлённости, я там увидела всё, что я смотрю там на Ютубе, вот как бывает, знаете, как вот особенно ТикТок, начинаешь смотреть эту ленту, там всё, что ни попадя, оказывается, оно всё даром не проходит, оно вот всё здесь вот в этот мусорник откладывается. А потом он говорит, вы жалуетесь, что у вас к 40 годам страдать память начинает, что, допустим, у вас какие-то там депрессии. А от чего всё это, он говорит мне, происходит? От того, что перезахламление, а от этого неправильное распределение пространства энергетической структуры человека. И вот эта захламлённость, говорит, у вас остаётся только полезное пространство, там, допустим, 2-3%, и вам на нём тесно. От этого возникают и вот именно уже вот эти вот моменты такие, что и депрессии, например, там, и плохое самочувствие, потому что где развернуться духу вот на этих вот несчастных там 2 сантиметров, когда 90% всё хламом. Вот, говорит, вам нужно научиться сбрасывать вот этот балласт. И тогда у вас появится возможность в спокойном режиме брать файлы, которые вам нужны, вот, и пользоваться ими. Вот таким образом. И получается так, что вот это интересное астральное путешествие, вот мысль его, тоже может быть полезной, понимаете? Тоже может быть полезной для развития человека. И вот поэтому я вот это всё и выкладываю, и человек может понять, что так, мне теперь нужно немножко чуть-чуть себя ограничить вот этой бесполезной информацией. Подписчики тоже делятся на какие-то вот такие-то классификации, поддаются классификации. Есть подписчики, которые действительно искренне в это всё верят и слушают, и набирают. Набор информации происходит, понимаете? Тоже случайные люди не причаливают к нашей лодке, как говорится. К нашему причалу случайные люди не причаливают. Это уже именно заведомо те люди, которых притягивает эта информация. А почему она их притягивает? Значит, у них там в настройках что-то есть, понимаете? Вот поэтому они и притягиваются. То есть получается, что я своим трудом приношу людям пользу, им нужно набрать материал. А вдруг это какой-то вот это... Он сейчас только подписчик, да, он на начальной стадии, он подписался, он слушает. А вдруг у него в задачах жизни стать контактёром, и причём таким хорошим контактёром. Просто ему нужен набор информации, добор этой информации для того, чтобы выйти на определённый уровень. Вдруг он для себя ищет вот эти каналы. У меня много людей говорят, я чувствую, что со мной говорят, говорят, что кураторы. А кто они? Я таких плохо вижу, где-то как бы нечётко, неясно. Помогите мне, объясните мне, понимаете? То есть уже какая-то движуха какая-то пошла, только нужно понять человеку, поэтому он и подписывается добровольно на это всё, понимаете? И вот подписчики делятся на несколько видов. Вот эти первые, которые я сейчас описала, то есть это ищущие, которые идут тебе навстречу, которые осознанно просят у тебя помощи, разъяснения, объяснения. Это самый оптимистичный вариант. С ними работать легко и в удовольствие. Всё, что ты мне скажешь, всё воспринимается как бы с благодарностью. Но не всё так просто. Второй тип подписчиков – это исследователи. Исследователи, которым нужно всё попробовать на зуб. Понимаете? Это исследователи, это мыслители. У меня тоже такие есть. Есть даже у меня много случаев, с которыми я не один час проводила индивидуальные разговоры. Они как бы высказывали свои сомнения. По большей части это материалистические сомнения в том, допустим, в или ином. И говорят, докажите мне, докажите. Но, как сами понимаете, доказательная база у меня практически отсутствует. Как говорится, за что купила, за то и продаю. Понимаете? Ну, вот носили своих эмоций только разве что. Но как раз для такого вида подписчиков мои эмоции – это не факт и не доказательство. Третий тип подписчиков – это подписчики, которые приходят на канал, заведомо уже не веря во всё это. Но я не понимаю, почему они с завидным постоянством приходят не только ко мне, а и к другим контактёрам. По всей видимости, тут тоже какая-то градация между ними есть. Некоторые вообще и вовсе не верят. Третий, может быть, как-то сомневающийся. Может быть, у них идёт какой-то внутренний выбор какой-то. Вот такой вот. Есть, может быть, такие, которые… Ну, вот, допустим, им, допустим, их цель – каким-то образом просто проявить себя, да, вот, ну, как-то проявиться на фоне чата, например. Всё можно там. Там такое поле боевых действий, понимаете? Поэтому, если смотреть вот с этой позиции, как научила меня куратор, то, значит, любое проявление чатовцев под знаком минус, под знаком плюс – это всё, как говорится, это поле для педагогической деятельности, для воспитательной деятельности. Вот так вот она меня научила. Она говорит, ничто не бывает плохо и ничто не бывает хорошо. Всё есть опыт. Поэтому, если ты открываешь чат и увидишь в комментариях там какой-то вот уж вообще там напишут что-то такое, то просто нужно понять, что этот человек, ну, просто он ещё как бы… Его нужно даже просто, может быть, даже как-то понять в том плане, что он ещё не созрел, что ли. И питать в себе надежду, что этот человек со временем, с воплощениями придёт к нужному знаменателю. Вот как-то так. Меня научили так. И для меня это очень, между прочим, лично для меня, это научило меня быть уже более стойкой. Понимаете? Мудрость вот такая. Вот они как-то… Ну, я не говорю, что я мудра стала, а мне дают уроки мудрости, вот, чтобы я их освоила. И даже, знаете, вот на примере вот этих боевых действий в чате, например, да, я теперь уже применяю вот эти вот постулаты, да, вот эти педагогические моменты. Я их проявляю теперь и в своей жизни личной, на работе, даже на улице, в общественном транспорте. И вы знаете, гораздо оптимистичнее стало жить. Гораздо. Гораздо. ПОДПИСЬ! Гораздо. ПОДПИСЬ! Продолжение следует...